Безопасность рубежей Беларуси под их надежной защитой. Сегодня день пограничника. Командование личный состав и ветеранов службы с профессиональным праздником поздравил президент Александр Лукашенко. Ежедневно бойцы в зеленых фуражках несут свою вахту по охране государственной границы. Они первыми встречают гостей, в том числе незваных. В дозор отправилась и наш корреспондент Виктория Патоне. Тревожная группа в ружье! По команде в ружье эта застава поднимается часто. Срабатывает сигнализационная система и тревожная группа выезжает на место. С бойцами в зеленых фуражках четвероногий помощник. Обученная собака вычислит контрабанду и выведет наслед нелегала. Застава Казимирова расположена вблизи Беловежской пущи, рядом Пунтроповская пещатка, в обход которого пытаются незаконно пересечь границу под видом туристов нарушителей. Иногда тревога ложная. Близо заповедного леса все объясняет. Часть участков входит в национальный парк Беловежской пущи. И заседатыми нарушителями, слава богу, у нас являются кабаны и лоси. Так как их популяция очень большая, и частенько перебегают границу именно они. На зеленой границе не бывает будней и праздников. Здесь всегда на боевом посту. На защите рубежей только выносливые и сверхнаблюдательные. Сегодня на службе у пограничников не только современные системы оповещения, но и такие приборы. Эта установка называется труба зенитная командирская, способна увеличивать объекты в 20 раз. От такого глаза уж точно ни один нарушитель не скроется. В сутки по дозорной тропе дежурный наряд проходит только в одну сторону, почти 20 километров. Особое внимание к отметкам на контрольно-следовой полосе. Есть различные ухищрения. Вслед в след, перекатом, прыжки спиной вперед. И чтобы солдат не терял сноровку, каждый раз, когда он уходит на границу, тренируется на учебном КСП. Чтобы, не дай бог, не растеряться, а быть уверенным, определить, куда пошел нарушитель. Всегда хотел попасть в элитные войска, именно в пограничники. Потому что пограничники непосредственно защищают страну с оружием каждый день. Ответственность большая, особенно когда старшим идешь, отвечаешь за целый фланг. Пограничники признаются, а охранять рубежи помогают им местные жители, которые безошибочно определяют своих и чужих. О подозрительных незнакомцах они и сообщают на заставу. Я, как местный житель, тоже очень заинтересована в безопасности нашей границы. В пограничной зоне у нас развешаны листовки, там, где написаны все номера телефонов работников пограничной заставы Казимирова. Граница с Евросоюзом под надежным замком. Чаще всего на прочность его проверяют нелегальные мигранты из Кавказского региона, страны Азии и Африки, которые в поисках лучшей жизни без документов и виз стремятся на Запад. С начала года только на участке Бреста пограничные группы задержали около полусотни нарушителей государственных рубежей. Часовые границ не спят, ведь активность контрабандистов и нелегалов возрастает ближе к ночи. Виктория Патония, Сергей Лушников, агентствователь новостей, Каменецкий район.